Мне необходима от вас помощь. Контакты видите внизу. Интересуют и темы живых и по законодательству РФ. Успешная практика выигранных дел. Всем привет, 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 привет. Ждем с благодарностью. Добрый вечер, привет, здравия желаю. Есть кто живой? Я живой? Так, народ, сегодня у нас немного эфир будет немного в ином ключе. Сегодня я хочу поведать... Всем привет, привет, привет. Так, о чем я хотел сегодня поведать? Значит, сейчас буду показывать. Значит, на сайте мирового так называемого суда обнаружил вот такое дело. ООО УК ДСВЖР, то есть управляющая компания, подала на персону Булгак ФН исковое заявление о взыскании ЖКУ. То есть где-то в октябре, в ноябре они подали заявление на открытие судебного приказа, который успешно был отменен в течение 10 дней, вообще без проблем. Вот, а теперь они пошли по второму кругу, в тот же мировой суд обратились, так называемый. Черная мантия теперь не роль Елена Петровна, а некая Амельченко Татьяна Романовна. Знакомьтесь, Амельченко Татьяна Романовна. Значит, что они сделали? Они 28 декабря зарегистрированы на дело, рассмотрено тут же 28 декабря, и заседание назначено на 12 февраля 2021 года. В 9.00 с утра, как и первое заседание с королью Еленой Петровной. Дело будет очень интересное, видео обязательно буду снимать. Так, даю вводную, для чего мне необходима от вас помощь. Никаких уведомлений, ничего подобного я не получал, ни извещений, ни писем заказных, вообще ничего. Нет управляющей компании, ни от так называемого суда мирового. Для чего я это все рассказываю? Мне необходима ваша помощь, мне нужны направления, в каких направлениях двигаться. То есть у меня буквально месяц остался, чтобы подготовиться и быстро начинать двигаться. Потому что послезавтра уже все открывается, и надо будет быстро действовать. Готовить все бумаги, стратегию выработать. То есть король Елена Петровна решила второй раз со мной не встречаться. На жар, на жар. Очень хорошее должностное лицо. Я думаю, оно вам всем понравилось. Так, а по поводу Мельченко есть один негативный отзыв на сайте sudii.rf. Тона такая понятия не имею. Вот, от вас мне необходимо, желательно получить помощь. То есть мне нужны стратегии, в каком направлении двигаться. У меня уже есть несколько вариантов, как это все сделать. Скажем так, где-то по законам РФ, где-то немножко рядом, но ничего не нарушая. Разглашать детали не буду. От вас мне нужны стратегии, как это делать. Если у кого-то есть меня, меня не интересует, вы поймите, у меня очень богатый опыт в плане ЖКХ. Расскажу вам, значит, два года назад мы стартовали компанию ЖКХ Антитеррор, для каждого называется. И там у меня есть серия видео, где-то штук 13. И к видео прилагается пакет документов, где-то штук 200 там всяких этих файлов, документов, бумаг. И что мы сделали? Мы вместо того, чтобы защищаться от управляющей компании, мы пошли в атаку. Мы начали докапываться до всего. До мусоропровода, до этих информационных табло, до покраски подъезда, до трещин в фасаде подъезда. Лифты, вход и выход на чердак и в подвал, номер телефона на двери подвала и т.д. и т.п. Короче, вот это все во все инстанции одновременно, плюс запрет на обработку персональных данных. Кстати, у меня нет договора с управляющей компанией. Ни у меня, ни у моей персоны. Мы об этом тоже сообщали, но не это мотивирует, что раз 50% жильцов заключили договор, то это считается договор заключен со всеми. Это, по-моему, полнейший абсурд, потому что если вдруг 50% жильцов решат, что все должны пойти на крышу и спрыгнуть оттуда, то мне что, тоже надо что лететь? Так получается? Это абсурд абсолютно. Па года назад мы стартовали компанию ЖКХ-Антитеррор. Целью компании этой было лишение лицензии управляющей компании. В чем заключается стратегия? В том, что есть такая статья 14.1.3 КАП РФ. Это грубейшее нарушение лицензионных требований. И если удастся привлечь управляющую компанию по этой статье дважды за год, то их лишают лицензии. Либо конкретный дом исключает из лицензии, либо вообще полностью всех домов лишает управляющей компанией. И один раз нам удалось довести дело до так называемого суда. Как это получилось? Ну, мы пошли по всем фронтам. Там налоговая, прокуратура, следственный комитет, полиция, жилнадзор самое главное. И, в общем, жилнадзор мы вынудили провести несколько проверок по дому. И они обнаружили, что лифты в нашем доме были просрочены... А, срок эксплуатации лифтов 25 лет максимум, любой кабины. Потом она подлежит замене. А они у нас работали 32,5, что ли. Ну, в общем, почти 8 лет все жильцы нашего дома ездили на опасных лифтах. Ну, я об этом озвучил. Вот именно король Елена Петровна и вынесла решение по этому делу. То есть, жилнадзор. Вместо того, чтобы самим рассмотреть это административное дело, у них есть такие полномочия. И вынести решение по управляющей компании ООО «УК» ДСВЖР. Кстати, именно их представители, два так называемых понятых, участвовали вот тут у меня в доме, ходили. И на их глазах моего отца избивали. В общем, они, как это, соучастники идут вот этих всех преступлений. Ой, просто когда вспоминаю, это прямо тяжко на душе становится. Длинная история, но это все на видео есть. Директор данной компании Русин Алексей Александрович, который мне телефон разбил, который потом пытался на нас уголовное дело завести, за то, что мы просто пришли в канцелярию подать две бумаги. Получается, ну, в общем, там вот такая завязка. Они потом на нас отдел «Э» натравили. Ко мне начал отдел «Э» чуть ли не в какой-то... Постоянно удежурили у подъезда. Пару раз меня прямо у подъезда ловили. В квартиру пытались попасть. Ну, в итоге попали вместе с ОМОНом. Вот так управляющая компания в Сургуте действует по беспределу. Сейчас они, видать, усмирились, решили через суд. Вместо того, чтобы три года назад подать также в мировой суд на приказ, они взяли, начали меня помещать в камеры, задерживаясь через полицию, пытаться завести уголовное дело. Натравили на нас, на всех этот отдел «Э» по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Упекали меня в камеру и потом сдали в психушку. А пока я был в психушке, они всю документацию по дому привели в порядок. Ясно, да, откуда ноги растут? Сейчас они, это даже не второй, даже не знаю, какой круг уже, в общем, пытаются опять это, как говорится, ту же машину запустить. И два года назад нам удалось привлечь управляющую компанию через жилнадзор к ответственности по статье 14.1.3 грубейшее нарушение лицензионных требований. Причем жилнадзор не сам рассмотрел, а обратился, вот, они передали королю Елене Петровне в мировой суд. И та вынесла решение. Устное замечание за опасные лифты. Как потом выяснилось, лифты не только в нашем доме, вот пока я был в психушке и вынужденно путешествовал, потому что мне опять вот эту вот дверь, вот сзади меня, мне опять, мне это, опять они вломились в квартиру, только в этот раз они уже выпилили дверь. Вот она стоит. Вынесли дверь, мне повезло, что меня не было дома, потому что они по официальной версии искали труп. Чей-то труп? Трупный запах из квартиры издавался. Вот. Я вынужденно путешествовал постранять полгода, и за эти полгода они отремонтировали, это, поменяли не только лифты в нашем доме, во всех подъездах, не только там покрасили, там информационное табло, ну, короче, все, попытались все привести в соответствие, чтобы невозможно было докопаться ни до чего, чтобы второй раз мне их привлечь уже не удалось, ну, нам, мы тут параллельно так это все вместе двигались, и они все привели в порядок. Король Ильяна Петровна вынесла устное замечание, а жил на... я не мог обжаловать это решение, потому что я об этом узнал только спустя три месяца. То есть мне, опять же, никаких уведомлений, ничего не сообщали, никто ничего не пытался даже со мной связаться, хотя я был к тому времени уже на телефоне. Получается, жил надзор это решение не обжаловал, то есть они были согласны с этим решением, а у меня не удалось, я пропустил сроки. Вот. И получается, жил надзор на стороне управляющей компании стоит, а не на стороне жителей города Сургут, потому что восемь лет весь город... А, потом, как выяснилось, не только в нашем доме все лифты поменяли, а вообще по всему жилфонду управляющей компании. То есть половину города поменяли лифтов. Мало кто об этом знает, но это вот... Это... наша заслуга в этом тоже есть. Вот такая управляющая компания. Так и называется ООО УК ДЭЗ. Я не знаю, созвучно, наверное, с американским, с английским словом смерть. ДЭЗ. ВЖР. Про управляющую компанию ООО УК ДЭЗВЖР можете посмотреть в Ютубе. Берете «Руки я не распускал». Видео так называется. «Руки я не распускал». А, да, «Руки я не распускал». Или отдел ТН на службе ООО. Вот. Данное видео на канале «Сургутнадзор. Вольный Сургут». Там вы увидите Русина во всей красе. Как он выталкивает и выпихивает, и всячески толкает, и разбивает телефон мне. В общем, вот такое отношение к посетителям, которые просто пришли подать это... две бумаги через секретаря. Обязательно буду делать видео, обязательно буду снимать все на телефон. Поэтому опыт у нас колоссальный, и у меня в том числе. Но я так понял, что за два года-то я отстал от всей этой темы, ЖКХ именно. И от вас интересует именно успешная практика выигранных дел. Интересует и темы живых, и по законодательству РФ. Контакты вы видите внизу. Можете даже мне присылать телефоны, контакты людей, которые в этом разбираются. С удовольствием созвонюсь с ними, пообщаюсь. В общем, всем благодарствую за помощь. Сейчас интересует именно опыт ваш. Именно удачный, благополучный, эффективный опыт. Опыт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok